Да. Добрый вечер. Мы, как всегда, с молитвой в сердце и на устах приступаем к изучению, продолжаем, точнее, изучение книги Шмуэль Бетт. И мы подходим к последним годам жизни Давида, может быть, даже к последнему году жизни Давида, подведению итогов, молитва, которая является фактически завещанием Давида. Но до этого еще произойдет несколько событий. До самых своих последних дней Давид находится, если не в физической борьбе, если не на войне с врагами, то находится в очень напряженной духовной борьбе за возвышение сыновей Израиля духовно, за то, чтобы подготовить платформу, так сказать, почву для передачи власти своему сыну Шламо, что, как мы понимаем, является делом очень непростым, у него много противников. И вот это, как бы, последние главы и молитва благодарности Всевышнему и благодарность воинам, которые его окружали всю жизнь. Это все нам предстоит с вами разобрать. Но прежде всего, та глава, к которой мы подошли, она очень тяжелая. Это казнь сыновей Шауля и потомков Шауля, можно сказать, по требованию Гевиони. Конечно, для Древнего мира это могло быть делом обычным, но мне никогда не нравится, когда сравнивают Древний мир с поступками царей Израиля или с поступками праотцов, когда сравнивают Тору с законами царя Хамурапи. Мне кажется, все это не очень легитимно. Как бы ни вели себя цари, что бы ни считалось среди них нормой, мы говорим о праотцах, о царях, которые пришли заложить фундамент высокой морали, высокие требования к себе, высокие требования к своим подданным и прямые отношения со Всевышним, часто пророческого уровня. Разве можно все это сравнивать с интригами при дворах царей, с убийствами, с кознями, с клеветой, которая существовала и существует при дворах высших правителей императоров? Ни в коем случае. Представляется, что книга Шмуэль-Бет, да и весь рассказ о Давиде, он ставит перед нами очень непростую, сложную дилемму, на которую нет однозначного ответа. Мы понимаем, что с момента пророка Шмуэля, может быть, и раньше, может быть, это идет такой красной линией на протяжении всей истории сыновей Израиля. Мы возьмем с момента пророка Шмуэля. Мы понимаем, что сыновья Израиля не выдерживают руководителя высокого духовного уровня, отказываются от него, выбирают другого. Это, может быть, не совсем неудачно, но, тем не менее, нельзя сравнить Шмуэля-пророка с царем Шаулем, которого приняли сыновья Израиля. Отказ от руководителей высокой духовности. Нежелание слушать пророков или неумение слушать пророков, оно, опять же, проходит красной линией через все книги, через все книги, так сказать, первых пророков, которые говорят об такой, скажем, который строится вокруг исторической канвы. Все мы это здесь наблюдаем. Можно спросить, как же так, почему, но, видимо, это задача выбора человека высокой духовности, доверие к пророку, задача, скажем, она очень не простая. Потому что Рамбам пишет о том, что пророка утверждал сангедрин. Пророк приходил в сангедрин и доказывал, что он обладает пророческим даром. После этого его утверждал сангедрин. Это как бы идеал, который должен быть, этого не было никогда. Пророк, не приходил в никакой сангедрин, он начинал пророчествовать. И люди, и прежде всего царь, либо принимали его, либо не принимали его. И большей частью не принимали. И самым ярким примером, как мы с вами видим, является царь Давид. Несмотря на все свои подвиги в начале своего пути, он вечно был оклеветан, он вечно был гоним. И казалось, что в какой-то момент это должно, по крайней мере, отойти куда-то на задний план. Но нет, мы видим, что когда он, оказывается, приходит в Хеврон, он принят только коленом Иуды. Другие колена не приходят к нему, отделяются от него. Потом все равно видят, что положение как бы вынужденное, то, что называется, не осталось выбора. Они приходят к Давиду, казалось бы, царство его продолжается более-менее благополучно. Победы, войны, трудные, конечно, напряженные войны, трудные ситуации. Но, в принципе, он строит мощное царство. И что мы видим с вами в конце? В конце опять поднимается бунт Абшалома против Давида. С желанием поставить человека мощного, красивого, решительного, как представляется вместо Давида, который, в общем-то, скажем, ну, может быть, условно говоря, так скажем, трудно подобрать слова. Его недостаток, ну, действительно, его недостаток в глазах сновидия Израиля, что он слишком духовный, он нерешительный, и желание построить храм, которое стало главным и основным, привело его к тому, что он хочет 12-летнего мальчика сделать царем. То есть никакого доверия к человеку, который обладает высокой духовностью. Можно представить себе, скажем, что конфликт такой вот между более таким приземленным подходом к жизни и подходом высокой духовности начинается с братьев и Юсефа. Я не хочу вдаваться вообще подробности этого конфликта, его можно разобрать. Это не наша тема. Я хочу только отметить такой момент. Мы, скажем, Юсеф отличается от братьев таким высоким пророческим даром. Он видит сны. И вот кто прав и кто виноват совершенно не важно. Важно, но не в данный момент. Давайте представим себе, что происходит, когда братья продают Юсефа. Сказано, что и сели они есть хлеб. А Медраж, и не один Медраж, говорит нам, что Юсеф был продан за цену сандалий для каждого брата. И в этом есть намек Торы. Пока Юсеф был с братьями, они находились, все они, он их возвышал и поднимал на такой духовный уровень, когда материальные проблемы не были главными и голод не так ощущался сильно. Вот как мы можем представить себе, скажем, да, это свойство пророка – поднять, возвысить человека так, что материальные проблемы становятся для него не главными. А как только продали Юсефа, еще бросили только его в яму, скажем, совершенно окончательно отделились от него, тут же почувствовали голод, тостую необходимость сесть и поесть хлеба. То же самое и с сандалиями, пока Юсеф был связан, привязан ко всем, не ощущалось, да, земля не ранила, не ранила ноги. Мы понимаем, что ходить по земле и по дороге, и без дороги в древнем мире – это была большая проблема. Нужна была обувь, иначе камни больно впиваются в ступни ног. До этого земля не ранила братьев, а сразу, как только они продали Юсефа, они не смогли уже ходить, не смогли ходить босиком. А в скобках заметим, что об этом свойстве земли Израиля узнает Маше, когда Всевышний говорит ему у горы Синай, да, сними, должен показать, какова святая земля Израиля, он говорит ему, сними обувь твою, да, и Маше снимает обувь, и земля не обжигает его раскаленная пустыня и не ранит. И то же самое сказано Яшуа, когда он вступает на землю Израиля, сними обувь свою, для того, чтобы почувствовать святость своей земли Израиля, понять, что она необычная. Может быть, я, скажем, ушел в какие-то детали, но мне очень бы хотелось, чтобы мы с вами это поняли и почувствовали, что до сегодняшнего дня перед нами стоит совершенно нетривиальная задача. Понять, кто отличается более высокой духовностью из руководителей, скажем, чем другие, да, и, скажем, опираться в большей степени на него, чем на других. Естественно, что эта задача очень невростая, да, и, скажем, проверять пророка, проверить пророка. Никто не проверял пророка. Либо люди принимали, и кто-то шел за ним, либо его не принимали и не шли за ним. Это как бы приближается к совершению книги Шмуэль Бент, то, что хотелось бы сказать, подвести вот такую черту. Ну, а теперь давайте вернемся все-таки к тем рассказам, тем событиям, которые происходят, непростым событиям, которые происходят в последний год жизни Давида. Может быть, чуть больше примерно, но последний год жизни Давида. Сейчас я постараюсь сделать шер и поднять ту главу, которая нам нужна. Нужна нам 21 глава. Мы сейчас видим ее? Не видим, наверное, правильно? Сейчас я постараюсь еще раз. Разве вы видели, она снова ушла? А, ушла, потому что я ее убрал. Я думаю, что вы не видите. Мы все видим. Вот, все, видим. Замечательно. Вот, значит, мы ее видим. Пытаемся привести в порядок здесь на экране. Вот. И нам говорится здесь. Мы помним, что мы, предыдущее наше занятие, мы остановились в конце восстания Шевы Бен-Бихри, его подавления. И как мы можем представить с вами из археологии, насколько я напомню, что спокойствие и после бунта Шевы Бен-Бихри не настало. И ни Давид, ни Шламо никогда не были уверены в десяти или даже одиннадцати коленах, что они пойдут за ними и не взбунтуются против них. Это, как бы, опять же, черта под двадцатой главой. Теперь глава двадцать первая. «И был голод в дни Давида три года, год за годом, и просил Давид ответа, молясь перед лицом Бога, и сказал Бог на Шаулии и на доме, пролившем много крови, лежит вина за то, что убил Гевоним». То есть мы можем представить себе ситуацию. «Три года голод». Голод – это не только нехватка продуктов, но и засуха. Страна находится в тяжелом положении. Хотя трудно представить себе, что страна богатая, сильная, трудно представить себе, что люди прямо так вот умирают от голода. Естественно, можно было купить продукты, привезти их продукты. Может быть, их было недостаточно, не чувствовалось достатка. Но, тем не менее, от голода практически никто не умирал. Это больше проблема с водой, с болезнями. Но и эти проблемы Давид как-то умел, хотя бы частично умел решать. Мы не знаем, каким образом, но проблемы с водой он также умел решать в значительной степени. Но сама ситуация, она очень напряженная. И в том плане, что Давид, как человек, который мыслит духовными категориями, он понимает, что это гнев Всевышнего. И непонятно, непонятно, почему он. Такие люди, особенно если, как у Давида, у них есть пророческий дар, они начинают перебирать все свои дела, думать о том, что происходит в народе. Просят помощи, ответа свыше. Они обращаются, естественно, к Курим и Тумим. И Давид находит, каждый раз находит какие-то проблемы, какие-то ответы. Но оказывается, что они не являются, скажем, раскрытием. Анализ этих проблем не приводит к раскрытию желания Всевышнего, не приводит к пониманию гнева его. И тут он получает ответ. Мы видим, что и просил Давид перед лицом Бога. Комментаторы говорят, что он молился непосредственно не через Урим и Тумим, а молился. Потому что Урим и Тумим ему не очень помог. Указал на те проблемы, которые, да, действительно были проблемы, но не решили ситуацию. И вот Давид молится отчаянно, напряженно. И ему есть ответ. Свыше, как пророку, на Шаули и на доме, пролившем много крови, лежит вина за то, что убивал Гевионим. О чем идет речь? Мы помним сами, что Гевионим – это народ, который жил в городе Гевион. То есть, не только, что это народ, это представители народа, которые жили в городе Гевион. На самом деле, это народ Хиви, который уже после перехода через Ярден и Ашуа и войска, и народы Израиля, они пришли к Яшу и сказали, что они из народа далекого. И заключили с ними союз, и они даже вроде приняли Гиюр и обязались за других своих соплеменников, что они также примут Гиюр. И тут открылся обман, что они не из народа далекого, они живут внутри земли Израиля, в пределах земли Израиля. Народ Хиви, народ многочисленный, у него несколько городов он удерживает в своих руках. Что делать с ними? Мудрецы принимают решение Яшуа, мудрецы принимают решение оставить их как есть. С одной стороны, они пришли с обманом, и поэтому Гиюр, даже Гиюр посланников или обещание сделать Гиюр Гевионим, оно само по себе не может иметь силы. Но с другой стороны, если сейчас их оттолкнуть, взять, казнить всех, то это будет осквернение имени Всевышнего. Гевоним или Хиви, можно сказать, они испугались того, что после перехода Чи-Арден уже не будет дано возможности принять Гиюр, присоединиться к народу Израиля, но такая опция оставалась всегда у тех, кто выявил сыновьями Израиля, в любой момент отказаться от войны и не только прийти и быть на положении рабов, но принять Гиюр и стать полноценными гражданами. Естественно, что Гиюр должен был быть искренним и, так сказать, исходить из истинной веры в единство Всевышнего, а не из страха. Поэтому Гиюр Гевионим оказался подвешенным, и вот так он со времен Яшуа висел 400 лет. Мы помним с вами, что Гивоним в городе Гивон, рядом с городом Гивон, стоял Мишкан. И Гивоним, они служили в Мишкане, когда Мишкан перебрался в город Нов, то Гивоним продолжали служить в Мишкане, заготавливать дроба, приносить воду. Работы хватало на всех. И так они жили вот таким кланом отдельным, женились только друг с другом. И надо сказать, что были, так сказать, довольно лояльными гражданами. Но никто не решался, скажем, ни в эпоху судей, ни дальше не решался сделать так, пойти на то, чтобы они приняли Гиюр, и утвердить Гиюр тех, кто принял Гиюр, тех постанцев, которые приняли Гиюр, утвердить его полностью. Мы помним, что Шауль казнил священников города Нов, при этом он напал на Гивоним, на их города, так как считал их, поддержавшими заговор Кагэны, всех Кагэнов он обвинил в заговоре против него, против Шауля. И Гиюр, которые служили в Мишкане, также были обвинены. Он напал их на их города, разорил их и отдал их земли своим приближенным. Они должны были скитаться, искать себе место, искать пропитание. И никто не вспоминал о них. Конечно, и Давид мог бы вспомнить о них. Но как-то можно, так сказать, списать это на то, что, естественно, что у него было много забот, постоянные войны, постоянные проблемы в стране. Они же Гивоним, они не прислали ни конца, никого, для того, чтобы попросить как-то урегулировать их положение. Вот, одну секунду. И они в основном сконцентрировались около города Бейерот. Потому что в их городах поселились сыновья Израиля, и их земли отошли к слугам Шауля. И вот Всевышний говорит, что вот была такая совершена несправедливость. И несправедливость, и она должна быть каким-то образом урегулирована. Надо спросить Гивоним, что они хотят. Подчеркивается здесь то, что раньше не подчеркивают, что они не сыновей Израиля. У них как бы гринкард или вид на жительство, но они неполноправные граждане. А из остатка народа имури. Они хиви, но всех жителей Канаан иногда называли имури по наиболее многочисленному народу, который заселял эту землю до прихода сыновей Израиля. И сыновья Израиля поклялись им, и хотел Шауль истребить их в ревности своей за сыновей Израиля и сыновей иуды. Мы уже представили себе, что это значит за ревность, за сыновей Израиля и сыновей иуды. Можно сказать, за царство Израиля. Хотел истребить их. И сказал Давид Гивоним, что мне сделать для вас, и чем искупить несправедливость, чтобы вы благословили на дел Бога? Я сделаю для вас, что вы хотите. Что вам нужно? Золото, хлеб, одежды, почет и уважение, должности высокие. Все, что хотите, не могу отказать. Он им не говорит, конечно, что такова воля Всевышнего, чтобы не увеличились требования и не выросли до таких размеров, что их невозможно будет удовлетворить. Но он предлагает им просить все, что они хотят для того, чтобы они успокоились. И обратились и обратились к Всевышнему и просили богословения для всех сыновей Израиля. И сказали ему Гивоним, не из-за серебра и золота спор у нас с Шаулем и с домом его. И нет у нас желания убить кого-то человека и сыновей Израиля. И сказал Давид, что вы скажете, я сделаю. Они его купили, конечно, Давида. Они говорят, ни серебро, ни золото. Конечно, у нас есть гнев на дом Шауля, но мы не хотим никого убивать. И Давид представляет себе, что они попросят земли. Конечно, земли, зерна для засева, помощь в строительстве домов. Что хотите. Они его купили, усыпили его бдительность. И сказали царю, во всем виновен человек, который почти уничтожил нас. И который замыслил истребить нас, пока нас не останется во всех пределах Израиля. Да будут отданы нам семь человек и сыновей его. И мы повесим их для прославления имени Бога в Гива, в городе Шауля. Мы помним, что город Шауля – это Гива на деле Бениамина, избранника Бога. И сказал царь, я отдам. Давид не сразу дал ответ. Он опять же обратился к Урим и Тумиам и получил ответ, что он должен это сделать. Семь человек. Шауль убил 85 Кагемет, но он не поставил перед собой целью истребить всех Гивуним. Он поставил себя перед собой целью наказать их, ворвал в свои города, разгромил. Но при этом погроме погибло семь человек. И Гивуним помнит это. И когда им предлагают любую помощь, любые богатства, любые земли, они не хотят. Они не хотят. Мама говорит, ничего не надо. Мы как-то будем выбираться из своего бедственного положения. Выберемся или нет, это не так для нас важно. Мы хотим отомстить дому Шауля. Он убил семь человек. Мы хотим семь его потомков повесить для прославления имени Бога в городе Гива. И Давид попал в ужасное положение. Он как человек, получивший пророчество, он должен исполнить это. Каково ему? Всю жизнь он старался поддерживать потомков Шауля, оказывать им уважение. Мефибоши, сын Янатана, как мы помним, он был при его столе и получал все, что необходимо от царского стола. Хотя Иса был состоятельным человеком. Никто у него не отобрал то, что у него было при Шауле. И то, что он получил в наследство от дома Шауля. И так же и другие. И теперь он должен повесить. И кроме того, что это жестокость, это еще как бы против всех принципов. И ужасное положение перед всем народом. Будто это действительно какое-то обычное царство, когда представитель новой династии мстит, старается истребить старую династию. Ужасно. Но ему делать нечего. Мы с вами потом поговорим, каковы планы Всевышнего. Естественно, что Всевышний судья справедливый, и все должно быть справедливо. Сможем ли мы как-то смириться полностью с его постановлением, с постановлением Всевышнего или нет. Это как бы отдельное дело. Но, по крайней мере, какие-то линии, почему так произошло. С точки зрения небес мы с вами постараемся наметить. Но прежде всего давайте представим себе, кто они потомки Шауля. Их же не так много. Кто это может быть? И вот мы видим их с вами. Это Мефибошит, сын Юнатана, который нам известен. Человек, больной ногами, который не вышел с Давидом из Рушалаема, но действительно был предан ему. Не вышел из-за того, что у него больные ноги. Его слуга его оболгал, как мы помним. Вот это, скажем, та история, о которой мы говорили раньше. Теперь. Есть пять сыновей Мераф. Они как дети Давида. Их воспитывала Михаль, потому что Мераф и ее муж рано умерли. Она забрала детей к себе, и они воспитывались в доме Давида. Мераф, я напоминаю, это старшая дочь Шауля, которая не захотела выйти замуж за Давида. Вот, и это то, что мы можем с вами себе представить. Пять сыновей – это вот шесть человек. Мефибошит, пять сыновей Мераф. Есть наложница Шауля, которая… Есть наложница Шауля, у кого-то работает микрофон, если можно, погасите его. И дальше можно делать все, что угодно, слушать параллельно передачу и так далее. Все будет нормально. Хорошо. Значит, два сына Рецпы, дочери Аи и Итреам. То же самое. Два сына Рецпы, наложницы Шауля, они являются потомками Шауля. Так, вот. И, скажем, можно сказать, что сыновья Мераф – это внуки Шауля. Да, но, скажем, речь идет о потомках Шауля, не обязательно его детях. Он к именем согласятся и на потомков Шауля. Все они… Как искать их минут? Все они были довольно маленькими. Когда происходили эти события в городе Нов, можно выложить ответственность на Адриэля, мужа Мерафа, и сказать, что он принимал участие в разгроме Гевионим, но все равно, как бы, да, причем здесь его дети, почему они должны отвечать. Я тут сделал для вас небольшую таблицу, чтобы можно было представить себе, чтобы мы никого не забыли также. Давид, жена его Михаль, она дочь Шауля. Вот есть сын один, который мы помним, который родился в день смерти Михаль, как она умерла при родах. Имя сына неизвестно, да, он нигде не упоминается. Есть Адриэль и Мераф, да, у них пять сыновей, которых воспитывал Михаль. Есть Йонатан, имя жены его неизвестно, да, а вот сын его Мефибош, который мы с вами упоминали, человек с больными ногами. И есть Рицпа, наложница Шауля, у которой есть два сына. Легких подсчетов говорит о том, что есть девять человек. Они просят семь. Справедливо. Семь человек погибло, они хотят для того, чтобы творить свое чувство мести, повесить семь человек. Теперь. И пожалел царь Мефибошита, сына Йонатана. Хотя он рассердился на Мефибошита, да, и наказал его, и разделил его имущество с Иви, с его рабом. Естественно, что прошло какое-то время, и Давид уже успокоился. И главное для него, не то, что там мог сделать Мефибош, да, он ничего не сделал против Давида, напротив, он был предан ему. Но, допустим, главное для него сейчас, это то, что сын Йонатана, его друга, которому он поклялся, не истреблять его потомство. И заклятвенного договора перед Богом, который был заключен между ними, между Давидом, между Йонатаном, сына Шауля. Пожалел, да, Давид, опять же, он действовал как пророк, он понимал, что в этой ситуации он не может действовать, как человек и сказать, что этого я отдам, а этого я не отдам. Он взял всех потомков Шауля, о которых мы говорили, девять человек, и провел их перед Ковчегом. Те, которые остались и не смогли идти, не смогли пройти, которых как бы Ковчег задержал, Давид их отдал Гевионием. Мефибошит смог идти. Теперь, естественно, что сын Давида, сын Михаил, он исключается, потому что он вообще как бы ни к каким сном, ни духом, ни к каким историям не имеет отношения вообще. И вот исключается Мефибошин и остаются семь человек, пять сыновей, два сына Рецпы и пять сыновей Мерав. И взял двух сыновей Рецпы, дочери Аи, которых она родила Шаулю, Армони и Мефибошита. Мы видим, что после поражения Шауля не один сын сменил свое имя, а несколько сыновей сменили свое имя. И вот у нас есть среди потомков Шауля еще есть один Мефибошит, который, я напоминаю, что это имя значит Позор. С таким именем, конечно, было трудно ходить, но после поражения Шауля они взяли себе такие имена как бы в память о том, что и Шауль был убит, и весь народ Израиля был поражен, и для, скажем, для них это и позор, потому что Всевышний отошел от народа Израиля, Мефибошит, от войска Израиля. Румуни и Мефибошит, и пять сыновей, пять сыновей Михаль, они названы сыновьями Михаль, сыновьями Раф названы сыновьями Михаль, потому что она их воспитывала, отсюда учится Галаха, что если дети воспитывались кем-то, то они считаются их родителями, дочери Шауля, которых она родила Адриэлю, сыну Барзилай из города Михула. Мы понимаем, что Михаль не могла родить Адриэлю никаких детей, потому что она никогда не была с ним замужем и за ним замужем, но речь идет опять же о том, что она воспитывала детей Мераф, которая была замужем за Адриэлем. И отдал их в руки Гевоним, и те повесили их на горе перед Богом, недалеко от города Гевон, и пали все семеро вместе, а были они убиты в первые дни жатвы, в начале жатвы Ячменя, и взяла Рецпа до чая межковину и растянула ее для себя, прикрепив к скале и сидела там от начала жатвы до того, как полилась на них вода с небес и не дала птицам небесным сесть на них днем и зверям полевым приблизиться к ним ночью. Картина трагичная очень, добавить здесь нечего, можно только обратить внимание, что Рецпа охраняла не только тела своих сыновей, но и тела сыновей Мерав. И сообщили Давиду, что сделала Рецпа до чая наложница Шауля, и пошел Давид и взял кости Шауля и кости Йонатана, сына его, у старейшин города Явиш-Гелат, которые выкрыли их с площади у ворот Бейтшана. Мы помним, что Плештим повесили тела на стене у ворот города Бейтшана, а безглавные тела и люди Явиш-Гелат, того самого города, который спас Шауль в начале своего правления, оказали, так сказать, как, можно сказать, такую милость, Шаулю и Натану, он выкрали их тела с огромным риском для жизни и похоронили их в Явиш-Гелат, где они до того момента и находились. И Давид решает сделать то, что он может, то, что осталось ему, отдать дань уважения Шаулю, царю Израиля, который, как мы помним с вами, заложил основы царства, которые потом Давид расширил и укрепил, но основы царства, когда колено перестали быть раздрознанными, когда границы перестали быть открыты до всех четырех ветров и для большинства соседей, укрепил эти границы, сплотил колено, положил конец полностью идолопоклонству, которое было в эпоху судей. Все это сделал Шауль и Давид, можем представить себе его величие, несмотря на весь его конфликт с Шаулем, несмотря на все, что он выстрадал и претерпел от него, несмотря на то, что это просто сумасшествие Шауля, когда он гонялся за Давидом, оно, в общем-то, привело к поражению на горе Гильбоа, несмотря на это, он хочет отдать дань Шаулю, потому что есть за что этот царь Израиля, помазанник Бога, который сделал очень и очень много для народа Израиля, и Давид как бы исправляет здесь и свою ошибку и ошибку всего народа. Нужно было давно вспомнить о Шауле, похоронить его с почетом, и Давид перезахоранивает Шауле и Костя и Натана, сына его, и собрали кости повешенных и берут кости потомков и похоронили кости Шауля и Натана, сына его, в земле Бениамина, в городе Цела, в гробнице Киша. Мы помним, что Шауль Бен Киш, это родовая гробница отца. Кроме этого, Давид установил и пост, и траур. Конечно, это, скажем, не соответствует закону, но повеление царя и пост был установлен и траур в этот день, когда были захоронены тела Шауля и Натана и семи потомков, погибших из-за жестокости Гевионим. Дальше начинается новый рассказ и была еще война у Ближтим с Израилем, а нам нужно понять, что здесь произошло. Можно сказать, что есть какая-то высшая воля, что мы ее не понимаем. На мой взгляд, это последнее дело. Все нужно постараться понять. Мы не всегда можем понять высшую справедливость, но где-то какие-то зацепки у нас все-таки должны быть. Мы не можем сказать, Бог делает все, что он хочет, и мы это не понимаем. Ответ здесь такой. Можно представить себе дети Мерав, дети рецепы. Где они были во время восстания Афшалома? Они присоединились к противникам Давида. Они присоединились к бунтовщикам против царя в надежде, считая это правильным, что если Афшалом победит, то власть перейдет к ним, к потомкам Шауля. Они были с бунтовщиками. Естественно, что сын Давида, Михали Давида, он не был там. Естественно, что Мефибош не был там, потому что мы видели, что он выразил свою преданность Давида, и пророссийский текст свидетельствует о том, что это было искренне, что только из-за своей болезни он не последовал за Давидом. А остальные где были? Они были с бунтовщиками. Они были в верхушке бунтовщиков, как потомки Шауля, как те, кто ожидает, что к ним перейдет власть, как они ожидали. Мы помним, что Шиме Бенгера хотел, чтобы власть отошла к Афшалому, а Хитофи хотел, чтобы власть отошла к нему. Мы понимаем, что во время восстания есть самые разные планы, борьба за власть, желание занять первое главенствующее место и так далее. Все это присутствовало. Как что они конкретно строили, непонятно, но понятно, что они были с коленом Бенниамина, которое было, скажем, одним из самых активных участников бунта в надежде, что либо они займут достойное положение при Афшаломе, либо вообще власть отойдет к ним. хорошо, Давид их простил, Давид их оставил. Теперь можно представить себе, они смирились с тем, что произошло или нет? Они увидели божественное проведение, руку божественного проведения, они приняли постановление небес, которое проявилось через такую чудесную победу Давида. Нет, они были среди тех людей, которые были противниками того, чтобы Шламо, маленький ребенок, с их точки зрения, и с точки зрения других многих людей, поднялся на престол вслед за Давидом. И Давид никогда бы не поднял на них руку по многим и многим причинам. Хотя бы потому, что пятерых из них воспитывала его жена Михаль. Так или иначе, какие бы разногласия с ней не были, он ее любил, Михаль, она его спасла не один раз. И мы представляем себе, насколько это было ему тяжело сделать. Но божественный план был такой. Суд Небес наказал их и в какой-то степени упрочил царство Шламо, возможность Шламо подняться на престол. Теперь, что произошло дальше? Естественно, что для Давида все произошедшее было потрясением. И он как бы даже можно представить себе, он в какой-то степени, скажем, нарушил клятву, потому что он не мог убрать тела их до того, пока Гевионим сами не уберут. Но он посмотрел на это и сказал, хватит, сколько можно. Он посмотрел на эту женщину несчастную, на Рецпа и велел похоронить с почетом их вместе с Шаулем и Юнатаном, как бы приравнять их к Шауле и Юнатану, великим героям Израиля, похоронить их вместе. Понятно, что это было страшное потрясение. Давид после этого сказал так, что Гевионим никогда не войдут в общество Израиля. Никогда их Геюр не будет признан и никогда никому из них, кто захочет сделать Геюр, не будет сделан Геюр. Они останутся жить, как люди, как подданные Давида, но ни в коем случае не имеющие отношения к обществу Израиля. И естественно отслужения в храме они будут устранены. Они конечно не кахены, они не исполняют святую работу, но даже второстепенная работа в храме она не будет дана им, заготовка дров и воды не будет дана им. Почему в трактате Ктубот говорится, что Давид сказал так тот, 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 у кого нету трех качеств милостивы милостивые милостивые, скромные, стыдливые, может быть, в какой-то степени можно так перевести, милостивые и оказывающие милость, не только сочувствующие, скажем так, сочувствующие, стыдливые и оказывающие милость. У кого нету этих трех качеств, они не из потомков, они не могут быть из потомков Израиля. То есть, даже те из Гевелним, кто принял Геюр, понятно, что их Геюр, теперь Давид говорит, понятно, что их Геюр был принят с обманом. Не может быть, чтобы все они, те, кто принял Геюр, те, кто не принял Геюр, они жили столько времени среди сыновей Израиля, и у них не выработалось качество милости. Предельная жестокость, предельная мстительность, которая превышает даже собственный интерес, желание другой стороны примириться, и какой другой стороны, которая фактически к ним-то и не имела никакого отношения, не обидела их, Давид сказал, навеки. Все, кто из Геюр Ним, навеки не войдут в общество Израиля. И это он сказал, Давид, мне кажется, это важно помнить, он сказал, что три качества сочувствия, стыдливость и оказывание милости, физически, желание оказать милость, это три качества, без которых нету сыновей Израиля. Если нету этих качеств, этот человек не из сыновей Израиля. Все, это восстановление Давида. Дальше еще немножко мы сделаем небольшой ход, постараемся добраться до конца главы и дальше постараемся обсудить все здесь проблемы. И была еще война у Плещима с Израилем и спустился Давид и слуги его с ним и воевали с Плещим и устал Давид. Давид по-прежнему рассчитывает на Всевышнего. Какая разница, сколько у него есть физических сил, Бог с ним и он выходит на все стычки с Плещим, куда он мог бы и не выходить, куда он мог бы послать отряд. Мало ли какие стукновения бывают на границе. То, что еще нужно заметить, то, что еще нужно заметить, что после этого события, после такой тяжелейшей казни потомков Шауля, Медраж говорит о том, что пришли тысячи людей для того, чтобы принять Гиюр. То есть люди поразились тому, что Бог Израиля так относится к пришельцам, тому, что он требует справедливости для пришельцев и готов встать на их сторону против своего народа, когда их обители пришли тысячи людей и приняли Гиюр. Мы можем представить себе положение в древнем мире, когда люди, естественно, не могут прийти из страны в страну, отношение к чужеземцам, это все как бы непростое дело, переселение, от своих правителей они страдают, и вдруг они почувствовали, по крайней мере, какие-то люди из окружающих народов, которые были знакомы с, так сказать, религией сыновей Израиля, они встали и пришли для того, чтобы присоединиться к народу. Вот это был такой неожиданный, если так можно сказать, эффект того, что произошло. И был один из приштин по имени Ишбенов, который из тех, кто родился у Карафы, Карафа по комментарию это Орпа или кто-то из потомков Орпы, или она сама. И, скажем, брат или родственник Гольята выходит против Давида еще раз. И вес наконечника копья его 300 шекелей медных, и припоясан он новым мечом, и собирался он поразить Давида. Давид не изменился. Он не боится никого. Он не боится высоченного великана, закованного в доспехи. Он, пожилой человек, выходит невысокого роста, естественно, выходит опять против него, как в начале своей жизни. Давид остался таким, как он был. Во имя сыновей Израиля, во имя прославления имени Всевышнего, для того, чтобы отстоять границы страны, он выходит против потомка или родственника Гольята. И помог ему Авишай, сын Сруи, и поразил Плешти, и убил его. Тогда поклялись люди Давида, ему, говоря, не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не погасил ты свечу Израиля. Мы не разрешим тебе больше выходить на войну. И была еще война с Плештим, и здесь говорится о победе над еще одним сыном Гарафы Орпы или одной из ее дочерей. И была еще война с Плештим в окрестности города Гоффа, и так далее. Здесь рассказывается о победах над Плештим, а главное над победой над теми великанами, которые были в их среде. Была еще война в окрестности города Гат, и был человек-ненавистник сыновей Израиля, и пальцев на руках его, и пальцев на ногах его 6, и всего 24, и он также из тех, кто родился у Гарафа, и поразил он, и позорил он Израиль, и поразил его Юнатан, сын Шиме, брата Давида. Эти четверо родились у Гарафа, и в Гате, и пали от руки Давида, и от руки его, слуг его. Единственное, что нам нужно представить себе, что до сих пор не было проблем с Плештим, которые были покорены, и твердая власть была установлена в Приморской низменности. Здесь, после восстания Шева Авжалома и Шева в Энбихре, Плештим поднимают голову, и они считают, что Давид слаб, Давид стар, и они пытаются отвоевать какие-то земли, если не достичь победы над всем Израилем, то, что на тот момент они понимают, что это невозможно, они стараются постеснить Израиль и отстоять свое плештимское достоинство из-за того, что считают разногласия среди колен Израиля непрекращающимися, а Давида старым и слабым. Здесь я остановлюсь и дам возможность вам задать вопросы, не знаю, будут ли у меня ответы, но в любом случае можем что-то обсудить. Пожалуйста. Рабзеев, можно вопросы? Да, пожалуйста. Рабзеев, может быть много вопросов, но вы уже решите сами на какие ответить. Я отвечу на все какие могу. Ничего не говорится о пророках. Были ли пророки в это время или нет? Это первое. Второе. Почему только лишь в третий год он решил обратиться в Урим-Тумен, а не в первый год? Мне это непонятно. Вот. И это дословные слова пророчества, которые записаны в книге, что именно гиваним надо решить проблемы с гиваним. гиваним. И почему кровь гиваним лучше, чем кровь коинов, которых было убито гораздо больше. И почему 40 лет, почему я понимаю, что это не только проблема с гиванимом, потому что это была проблема со всем народом Израиля, поэтому была задержка на 40 лет. и почему сразу после этого подряд три войны. Война это значит, что что-то не реализовано. То есть вот это целый букет такой у меня вопросов. Я понимаю, я постараюсь на что-то ответить. Вопросы очень правильные. Скажем, прежде всего действительно вы совершенно верно подчеркнули, что никто не требует возмездия за убитых Кагенов. Мы можем представить себе, что Кагены сами не требуют возмездия. Они служат Давиду. Между Давидом и Кагенами как бы нету никаких так сказать претензий. У них нету претензий к Шаулю. То есть то, что было, было. Обидно, тяжело, но царь есть царь, и они нашли свое место, и зачем они сейчас будут молиться Всевышнему или роптать, для того, чтобы были наказаны для того, чтобы были наказаны потомки Шауля. Сам Шауль, естественно, что его смерть и поражение на Игоря Гильбоа туда были записаны в его недостатки и в его наказание были учтены безусловно и то, как он поступил с когенами нов на Шауле, у него была своя ответственность перед Богом. Когены, ничего, никаких подобных мыслей, никаких претензий у них не было. Теперь мы с вами представляем, что как бы можно, может быть, это не самое главное, но Когены были устроены, они жили спокойно, замечательно, гимоним, были изгнаны при Шауле, поставлены в ничтинское положение, лишены своих земель, лишены своих городов. И Давид тоже это не заметил. Это как бы может быть его часть наказания, доля его наказания, что он должен был принимать участие в столь тяжелом деле, потому что гимоним оставались в таком ужасном положении. И в любом случае приняли они Геюр или не приняли они Геюр, они живут под защитой царя, в области царя. И царь не может таким образом поступать с людьми несправедливо, независимо от их прошли они Геюр или не прошли они Геюр. Это то, что можно представить себе. Что-то еще напомните мне, может быть, я что-то упустил, что-то мы не за ней затронули. Я имел в виду, были ли пророки или нет. А, пророки. На третий год только он спросил Урим и Тумим и конкретно именно как записано было, надо было выполнить. Именно Урим Турим сказал именно так, что надо именно с Геваним разобраться. С Геваним, если вы помните, мы сказали, что это было прямое пророчество Давиду нечего Тумима. Теперь вот и иначе было бы Давиду еще тяжелее. Вот это было прямое пророчество и он был обязан его исполнить. Мы знаем, что пророк, который не исполняет пророчество, его наказание смерть от руки небес. И здесь не важно, что Давид испугался или не испугался, а просто мы понимаем, что это серьезнейшее дело. Испугался человек смерти, не испугался смерти. Он такой человек, как Давид, понимает всю важность и всю ответственность исполнения пророчества, которое ему было дано. Он обязан его исполнить. Теперь при Давиде всегда были Натан и Гад, которые никогда не отлучались от него. Они были его писами и как бы всегда присутствовали при решении всех важных дел, присутствовали в Сангедрине. Они также перешли как бы и к Шламу и такую же должность занимали при нем. Но Всевышний не всегда он дает, раскрывает одному пророку и не раскрывает другому пророку. Всевышний хотел, чтобы Давид искал и нашел сам. Он действительно нашел проблемы какие-то в народе на этой сметраж. но проблемы которые он думал что они основные они оказались второстепенными агибоним он совсем не подумал хотя видите у него тоже здесь была как бы обязанность перед ними исправить эту несправедливость вернуть им земли или дать им другие земли. и он обращался ко Всевышнему обращался ко Всевышнему и не получал не получал ответ а искал сам проблемы как как он умел вглядываясь то что происходит и вглядываясь то что происходит в народе исправлял то что он мог оказалось что это недостаточно и в конце концов он получил пророчество и скажем мы понимаем что таким образом это пророчество обрело вес три года голод и голод этот не прекратится пока не будет решена проблема с гибоним то есть мы понимаем что скажем Натан и Гат не получили пророчество просто но это была проблема Давида проблема человека царя и пророка и все это шло через него напомнить просто что трижды начиналась война а война это меньшее бедствие чем голод и такое впечатление что не произошла реализация так сказать до конца того что необходимо было так это или нет то что мы можем себе здесь представить что это не война это не война когда скажем да вот выходит войско против войска происходят стычки Давид после того как он не вышел в раба в раба тамон и остался в Ярушала он считал что он неправ он считал своей обязанностью принимать участие во всех даже может быть не столь значительных столкновениях то есть это не настоящая война это столкновение на границе это попытки плешким скажем проникнуть на какую-то территорию установить там свою власть но это не настоящая война почему это происходит конечно это наказание для всех происходит это потому что царство расшаталось оно не укрепилось и не упрочилось даже после бунта Шева бен Бихри оно осталось в таком расшатанном состоянии и скажем это наказание для всех с реальной точки зрения плештим как мы видим они считают что ситуации удобные для начала таких военных действий а с точки зрения скажем духовных это наказание для народа которое отходит от Давида хорошо спасибо разы вопрос позволите да пожалуйста конечно инфин да да значит по поводу почему вопросы Геваним встречает всплывает только здесь при Давиде когда было преступление с Ковенами в Новый и так далее тогда по-моему оно не возникало эта проблема с Геваним это первый вопрос и связанный с ним о клятве и Ягашо перед Геваним конечно ну Шмуэль знал точно Сангендрис знал точно Шауль знал это и очевидно Давид тоже знал Шауль знал об этой клятве о принятии и главный вопрос у меня почему такое жестокое скажем так наказание не исправление не так сказать условия их Геваним и так далее а именно отмщением ведь сын за отца не отвечает это же прописано было с самого начала почему такое жестокое скажем так все таки испытание именно Давиду да значит я не знаю смогу ли я точно ответить на все эти вопросы вот я вам много раз говорил что у нас много не многое к сожалению расписано и приходится додумывать то что мы представляем можем представить себе с вами да что ситуация здесь многоплановая да может быть это завуалировано несколько да и понятно что это завуалировано для того чтобы придать вот такой скажем трагичный характер этому рассказу действительно трагичный подчеркнуть это трагичнее завуалировано то что эти люди да они они восстали против Давида и здесь как бы все повернулось в один завязалось в один клубок вот да и скажем можно можно сказать что всевышний смотрит я не знаю можно ли скажем здесь пользоваться таким аргументом но допустим всевышний смотрит в сердце человека он знал что попросит Гелионин и он раз и навсегда вытащит эту проблему отличия отличия людей даже которые живут в еврейском народе но они не вошли в него отличия от еврейского народа вытащит эту проблему накажет преступников которых Давид не наказал да и расчистит площадку платформу для приближающегося царства шламо да вот поэтому можем сказать что до этого как бы до этого всевышний не вмешивался да и Давиду был дан шансу урегулировать эту проблему он к сожалению вот это не это не его там самая большая вина и главное они Гелионин тоже могли бы послать к нему к царю вот но тем не менее как бы на него на нем тоже есть это часть часть ответственности теперь скажем да мы никогда мы рассказываем истории мы никогда не обращаем внимания на отличие сыновей Израиля от всех остальных народов да я пытался написать в скобках сказать такую книгу для семейного чтения о Яшуа о о Яшуа о его судьбе о его еще становлении как будущего героя ребенка в Египте да и вот мы можем представить себе как бы скажем вот но это я в скобках так просто поделиться с вами да вот и можем представить себе как жили другие народы по каким правилам как они жили со своими богами с какими они жили представлениями как они приносили человеческие жертвы да и если не отойти от этого полностью а полностью видимо можно было отойти только присоединившись полностью всей душой к сыновьям Израиля да то оставалось то они оставались тем кем они тем к ним кем они были по крайней мере в душе да то есть это свидетельство того что скажем по крайней мере в древнем мире жестокость была неистребима да и сыновья Израиля были совершенно совершенно иными вот и это знали все это знали все народы мы с вами дойдем до книги Малахим до первой вот там советники царю Ададу говорят ты выйди к Ахаву к победителю да он не тронет тебя потому что цари Израиля милостивый это же надо такое сказать посоветовать в такой ситуации когда жизнь действительно на волоске положиться на милость царя который полностью разгромил тебя и совершенно не зависит от тебя да милостивый и действительно Ахав проявляет милость Гададу милость совершенно излишнюю за что чем вызывает также гнев Всевышнего но сам факт что скажем да можно напомню вам такой такой момент скажем да на основе работ Тойенби или скажем как бы это такой камешек который был брошен от него пошли волны развивались такие теории что сыновья Израиля короче говоря евреи мы с вами должны быть очень жестокие люди особенно скажем потомки тех кто пережил катастрофу потому что в психологии господствует такое скажем мнение что жертва она воспринимает ту жестокость которую проявляет по отношению к ней палач если она выжимает она будет такой же жестокой как палач и будет делать то же самое что делает палач это как бы выводы психологов проверенные там на опытах и так далее но дело в том что еврейский народ он другой в главе Экев говорится что Всевышний говорит тебе что буду хранить я союз и милость милость союз понятно а милость не свою я буду хранить твою милость я буду хранить твою душу какие бы тяжелые ситуации ты не попал я буду хранить твои души и солдаты которые выходят на войну и правители которые должны принимать тяжелые решения я храню их милость то есть вы над природой вашей над этим над этим правилом которое принято и в психологии что зло порождает зло вы над этим и это вот такой как бы серьезный момент который подчеркнул подчеркнул Давид и он сказал если они сделали такое они никогда не войдут в народ они до сих пор ничего не поняли и упаси бог таких людей принять в народ соедините их с народом понимаете потому что бог с еврейским народом и он хранит нашу милость нашу милость потому что мир этот жестокий он больно ударяет очень часто люди как бы воспринимают жестокость палачей есть статья горького предисловие о погромах о книге о погромах которую написал русский священник кожух горький там пишет так я не хочу никого обижать упаси бог это слова горького я их не совсем тоже разделяю но по крайней мере он пишет так что русский народ раб и он готов бесконечно терпеть издевательства но когда он освободится он также бесконечно будет издеваться над другими это слова горького я не не как бы сторонник таких обобщений обобщений на весь народ и так далее это просто пример того как бывает в мире что как правило жестокость поражает жестокость это не мы это не мы это не еврейский народ потому что с нами бог с нами божественное присутствие и одно из сильнейших влияний божественного присутствия оно хранит нашу милость просто какое-то такое ощущение что все-таки Давид опустился на уровень коревного так сказать населения и его психологии потребовавшей не восстановления справедливости а именно крови ну поймите это же пророк основной вопрос основной вопрос претензий к шаулю покойному убитому распятому и так далее а кровь детей сын за отца насколько мы понимаем все-таки не отвечает ни Натан ни Шмуэль никто из них не подтвердил бы не нужно ни Натан ни Шмуэль Давид пророк да и он был обязан он был обязан это сделать да и говорить о мстительности Давида здесь ну по-моему совершенно неуместно не Давида нет просто само пророчество жестокое да пророчество непростое но мы понимаем с вами мы немножко понимаем его причины да в общем-то эти люди совершили преступление они пошли против Давида и они не оставили ни свои замыслы ни свои помыслы да и скажем у нас может быть концы с концами не сходятся но у Всевышнего все завязано в один узел ясно спасибо Розеф добрый вечер добрый вечер еще маленькое окошечко на вопросик или нету ну я не знаю пока Натан нас не прикрыл это буквально ну вот пожалуйста пожалуйста давайте вопрос просто я слышала такое мнение не могу сказать ни из точек просто в лекции в уроке для женщин что во времена правления Давида Геюра не принимались это есть такое мнение и что вы скажете по этому поводу есть есть такое мнение да да вот что вообще просто как бы закон формальный он таков что когда народ на высоте то Геюра не принимается потому что не может знать намерений человек который каким намерением человек приходит да вот можно посмотреть на современный Израиль это параллель это не закон как бы Тора это параллель да скажем в 70-х годах в середине 80-х годов не было невозможно было представить себе что не евреи поедут в государство Израиль понимаете ехали либо евреи либо члены там их семей не евреи к великому сожалению там смешанные браки но это уже то что есть да вот разве можно было представить что каждый захочет поехать в государство Израиль почему потому что не было такого не было такого рассвета не принимали так людей вот а сегодня пожалуйста то же самое можно сказать и во времена Давида и во времена Шламо да тем не менее тем не менее Геров принимали каким образом да то есть общее постановление было что Геюр не принимается во времена Давида во второй половине его правления и во времена Шламо но было много так сказать местных рабанин которые собирали местные суды и принимали принимали Геюр этих людей уже нельзя было отправить обратно куда-то да они так и они так и жили и оставались оставались в народе дальше уже как как получалось да как складывалась их судьба но скажем общее постановление как бы было то что не не принимать не принимать Герд в тот момент когда еврейский народ на подъем то есть это получается что в каждом правиле есть свои исключения ну да вопрос потом что получается из этих исключений вот в чем вопрос а так конечно в каждом правиле есть исключения безусловно и еще вы упомянули в уроке сегодня что после случая с Гевани получилось что пришли тоже иноверцы и тысячами приняли Геюр но у них причина была такая скажем специфическая да вы совершенно правы я как бы не обратил на это внимание и на это противоречие что было постановление принять Геров а тем не менее Геры были приняты после этого случая я постараюсь как-то разобраться с этим я сейчас не могу ответить как это получилось это интересно спасибо большое окей хорошо ну я надеюсь по крайней мере что-то мы поняли в этом сложнейшем тексте да и поняли в тех проблемах которые были и которые стоят перед нами сегодня вот и я благодарю всех за внимание и за активное участие вот и еще раз вам напоминаю что наше занятие совместное творчество если вы не будете проявлять себя а пожалуйста вы можете проявлять если очень болит можете остановить меня вот и задать вопрос в любой момент если вы не будете проявлять проявлять себя то все будет гораздо на более низком уровне огромное спасибо всем спасибо 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 окей спасибо спасибо всем спасибо счастливо те кто занимается ивритом через полчаса будет занятие по ивриту всем счастливо пока 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 Продолжение следует...